Конец октября порадовал нас сразу двумя крутыми новинками, а именно продолжение легендарных Zero от компании Vaporeza и Minifita от компании JustFog. Перед пользователями может встать вполне логичный вопрос, что мне взять из этих двух крутых девайсов. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сегодня я сравню два этих девайса и помогу вам определиться с выбором. Первый критерий это, конечно же, габариты и внешний вид. Здесь однозначно победу одерживает Minifit, так как он в раза так два меньше, чем Zero. Но нужно помнить, что такие компактные габариты требуют жертв, о которых я расскажу немного позже. В плане дизайна это все сугубо личное. Вот мне Minifit нравится больше, чем Zero, потому что я люблю прямые и строгие линии, да и в руке он ощущается поприятнее. Так что вдруг, если у вас встанет такой выбор и единственным нюансом будет внешний вид, то отправляйтесь в любой вейп-шоп и подержите их в руках. Какой девайс понравится, тот и берите. Следующим моментом является аккумулятор и их автономность. Это напрямую зависит от габаритов. Если вы желаете, ну, очень маленький девайс, то берите Minifit с аккумулятором на 420 мАч. Но помните, что при активном парении его хотя бы один раз в день придется зарядить. А от нуля до 100% он заряжается примерно за 35-40 минут. Если размеры не важны, то смело смотрите в сторону Zero 2, поскольку у него аккумулятор почти в два раза больше, чем у Minifit, и его смело хватит на день парения. Если не тягать как паровоз. Если что, от нуля до 100% в аппаразе Zero 2 заряжается примерно за один час. Третьим критерием, конечно же, идут картриджи. И тут не все так просто. Во-первых, объем в Zero он составляет 3 мл, а в Minifit 1,9 мл. Что же это означает? Это означает то, что Minifit вы будете заправлять гораздо чаще. Во-вторых, это сопротивление на испарителях. У Zero есть два картриджа. Первый на 1 Ом для более свободной затяжки. Второй на 1,3 Ом для более тугой сигаретной затяжки. А вот у нового Minifit есть всего один картридж на 0,8 Ом. И если что, чем ниже сопротивление, тем больше расход жидкости. Задумайтесь. В-третьих, это заправка. В Zero она выполнена в виде удобного клапана. Нажал на него, заправил жидкостью и готово. В Minifit все стандартно. Открыли крышку, заправили и закрыли. Совет. После каждой заправки протирайте картриджи. Девайс дольше проживет. Четвертым критерием будет вкусопередача, ощущение никотина и затяжка. В плане вкуса действительно выигрывает Zero. Он невероятно насыщенный и мощный. Действительно парить одно удовольствие. Но если честно, Minifit тоже далеко не отходит. Да, у него вкус не такой яркий и насыщенный, но вполне себе достойный. Никотин у этих двух девайсов чувствуется на высшем уровне. В плане затяжки, по моему мнению, однозначно выигрывает Minifit, поскольку она здесь реально тугая. Так что если вы ищете прямо MTL, то ваш выбор должен пасть на Minifit. По функционалу многого сказать нельзя. Оба девайса работают в единственном режиме Power и других у них нет. Оба работают от затяжки, но Minifit также работает и от кнопки. По итогу могу сказать следующее. Если вы ищете вкусный и автономный девайс, то смело берите Zero 2. Если же вы хотите компактный девайс с хорошей сигаретной затяжкой, то ваш выбор должен пасть на Minifit S. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.